Тайных Троп 2 Тайных Троп 2 И вот тут с Игоря Чем полностью договорились Как нам провернуть однокрупное телеце Осталось несколько деталей и всё Все бывалые раздоры Теперь он нас не в прошлом Теперь мы компаньоны Короче стрелок Нужна будет помощь твоя Если всё получится, то получишь Очень крупную награду за свои труды И что от меня требуется Все детали Я тебе пока рассказать не могу Но одно из важных условий нашего дела Это поддержка долговцев Я почти обо всём уже с Воронином договорился Теперь нам надо встретиться с Сидоровичем лично Встреча назначена на ближайшее время На территории миротворческого корпуса В заброшенной деревне Сидор придёт наверняка с охраной Мне тоже нужно, чтобы рядом был человек Которому я могу доверять Ты самая лучшая кандидатура для меня То есть я должен сопроводить тебя на стрелку с Сидоровичем, так? Да, так Но вначале я попрошу тебя отнести Зашифрованную записку Воронину И отдать ему лично в руки На территории миротворческого корпуса Пойдём тайно и по отдельности Через блокпост миротворцев Сываться не надо Они не должны ни о чём догадываться Поэтому ты пойдёшь в миротворческий корпус Через Тёмную долину Воронин тебе покажет тайную тропинку туда Когда ты отдашь ему моё послание А я своим путём пройду Знаю, я одну короткую тропинку к миротворцам Встретимся уже там Недалеко от заброшенной деревни А я тебе дам знать где именно Когда перейдёшь из Тёмной долины На территорию миротворцев Сброшено подать тебе сообщение Всё понял? Да, всё понятно Давай письмо Я пошёл к Воронину Вот такие вот дела По словам бармена Завязывается очень крупная дельца В которой мы В том числе участвуем И для начала нам Дали задание отнести зашифрованное письмо Воронину Ну что ж, идём в Тёмную долину На базу Долга К Воронину Тем более переход с кордона В Тёмную долину У нас есть Вот он И увидимся уже В Тёмной долине Итак, я уже в Тёмной долине Немножко подлагивает Но это нормально Карта сама собой прогружается И поэтому Всё довольно-таки правильно Первым делом Я хочу отдать РГ-6 Под выстрелом 209 Петренко Ну а потом уже отдам Шифрованное письмо Воронину Кстати, я вам не показал это письмо Вот оно Привет, полковник Заходи, что принёс? Да вот, как и обещал Принёс РГ-6 модифицированный Хорошо сработал Уважаем А вот и награда твоя Запиши рецепт Расмутации Один И ещё Вот тебе лично от меня АК-47 Переделанный под пулемётный магазин Вот такие вот дела Вот он АК можете почитать Его вот Характеристики Давайте посмотрим Вот такой вот у нас ствол Стреляет довольно-таки быстро Довольно-таки неплохо, наверное Будет Такой мощный довольно-таки ствол Но он мне в принципе не нужен Генерал Якова От бармена с шифровкой Рад тебя видеть, стрелок Ты прямо как разведчик-шпион Шифровки носишь Да это бармен всё сшифруется Дело, говорит, очень секретное И никто ничего не должен знать Да За те ленисидоры Чем грандиозное дело Так уж вышло Что и наш интерес В этом деле есть Поэтому большое количество людей Будет задействовано И до поры До времени Никто Не должен ничего знать Иначе будет провал Я всё понимаю Поэтому не лезу с вопросами Вот, держите послание от бармена Кстати, бармен сказал Что вы мне покажете тропинку Из Тёмной долины к миротворцам Да, покажу Давай подоотмечу место Где переход в миротворческий корпус начинается Вот подоотмечайте И я выдвигаюсь Ну вот, там Воронин отметил это место Вот оно Недалеко совсем находится И я думаю Увидимся уже Рядышком с барменом Потому что Когда мы попадём На предбанник То бишь Миротворческий корпус То мы окажемся Мы выйдем из этого Перехода вот сюда Ну тут будут Несколько тварей Всяких разнообразных А сам Бармен По-моему должен находиться Где-то Или здесь Или здесь Уже точно не помним По-моему где-то вот здесь Ну может и здесь Я не знаю Но В заброшенной деревне Ну точнее В её окраинах Ну что ж Увидимся уже Рядышком с барменом Итак Как можно заметить Ну вообще В сталкере Самое приятное Самое любимое Это хорошая погода Я конечно не зря это заметил Чтобы вы полностью Погрузились В это очарование С головой И вот Недалеко от этого Всего стоит Бармен Ну что Бармен Куда идём Да Да тут рядом Следуй за мной Пока мы будем Сидором Разговаривать Ты не послушивай Как закончим Я тебе скажу Что делать дальше Всё понятно Да Всё понятно Пошли Итак Тут конечно Эта стрелка Будет недалеко Вот Примерно Вот за этим Зданием Блин Вот бы так всегда Была Хорошая погода Если бы С самого начала Игры Она бы присутствовала Я бы уже Давно бы Закончил Тайные тропы Ну а так То дождь То выброс То вообще Не понять Что происходит А тут Под конец игры Нас вот Эта погода Сама собой Радует Вот он Сидорович С охраной Ну и мы Собственно говоря Давайте Посидим Подслушаем Разговорчик Малёха Ну вот Как мы услышали Можно ли доверять Воронину Ну как там Всё Произошло Ну короче Вы сами Всё слышали Ну что ж Бармен Вы обо всём Договорились Да Теперь все Точки расставлены Скоро всё решится Какие дальнейшие Действия Слушай меня Внимательно Нам Сидором Ещё надо Кое о чём С глазу На глаз Перетереть А ты должен Снова сходить К Воронину И передать ему Ещё одно письмо Последнее В нём Окончательные Инструкции Как говорится Явки паролю По нашему Общему делу Потом Я и сам К долговцам Отправлюсь Но позже А Сидорович Займёт моё место В бункере На кордоне Это первый этап Нашего плана После того Как ты отдашь Послание Воронину Он тебе Передаст Ответ Для Сидоровича Сидор к тому времени Уже будет На кордоне А здесь Всё же ему Ответ И Он скажет Что дальше делать Уразумел Да всё понятно Я пошёл к Воронину Вот такие вот дела Блин Даже уходить Отсюда не хочется Так всё красиво Эх Ну придётся Ну что ж Как следовало Из разговора Теперь нам Осталось Отнести Письмо Воронину Я надеюсь Что последнее Ну что ж Идём тогда К нему Итак Я уже в тёмной долине Иностранность Почему-то Как я уже говорил Конец игры Меня очень сильно Удивляет И радует Вы посмотрите Какая погода Красиво Вот всё Так Я аж не могу Аж как говорится Дух захватывает Ну что ж Это по-моему Даже к лучшему Ну а сейчас Мы идём К Воронину Отдавать ему Зашифрованное Письмо Приветствую Посмотрим Посмотрим Что там Эти хитрые морды Ещё По-напридумывали Вот Письмо Генерал Так-так Давай посмотрим Что пишет Бармен Ага Вон Они как Предлагают Понятно Понятно Ладно Попробуем Так Стрелок Вот тебе Мой ответ Для Сидорича Отнесём На кордон Давайте Генерал Отнесу Ну Вот такие Вот дела И у Воронина Под расслабляющую Музычку Под хорошую погоду В Семной долине Мы отправляемся На кордон Итак Я уже на кордоне И Как можно Обратно Таки Заметить Обратно Очень Даже Хорошая погода Да Как говорится Зона Может Учидить Многое Может Преподносит нам Многие Всякие Сюрпризы Но Вот такого Я конечно Даже не думал И не ожидал Ну Ладно Пойдём К Сидоричу Посмотрим Как он там Обустроился Ну Здорово Привет Сидорич У тебя Новый магазин Поздравляю Спасибо Вот как раз Товаром разбираюсь Ревизию Так сказать Делаю Да и Прибраться Здесь не мешало Быть Через пару дней Можно начинать Торговлю Ты ответ От Воронина Принёс Да Конечно Вот письмо Так Так Посмотрим Что там Наш Бравый Генерал Пишет Ну Очень Хорошо Воронин Дает добро И готов Начинать Что ж Значит Пришло время Больших Свершений Так Стало быть Я своё дело Сделал Бармен Обещал Награду Достойную Подожди Стрелок Дело ещё Не сделано Впереди Самое сложное Предстоит И нам Нужна Очень Твоя Помощь И Что же От меня Требуется Ладно Открою Тебе Все Наши Карты Чтобы Ты Понял Всю Важность Момента Мы С Барменом Раньше Сильно Враждовали Из-за Зон Влияния Он Всегда Говорил Что Я Переманиваю Его Клиентов Занижаю Цены На товар И так Далее Я В свою Очередь Тоже Имел К Нему Массу Претензий И Работать В таком Духе Стало Невыносимо И Бармен Первым Сделал Шаг И Предложил Следующее Я Перебираюсь Сюда На кордон И Занимаюсь Честной Торговлей На его Старом Месте Часть Его Клиентов Автоматически Переходит Ко Мле Ко Мне Он В свою Очередь Очень Хотел Перебраться В бар Но Ты Как Знаешь Там Уже Давно Заправляют Братки И Тот Бармен Придумал Хитрый Выход И Какой Же Бандиты В баре Очень Крепко Сидят В этом То И Вся Сложность Но Только Появилась Недавно Новая Воинственная Группировка Долг Которая Очень Хотела Бы Сделать Себе Мощную Базу На Территорию Бара Но В одиночку Одолять Бандитов Им Пока Не Под Силу Объединить Усилия А я Как раз Являлся Поставщиком Провизии Для Воронины И Его Ботцов И Имел У них Определенное Уважение Бармен Попросил Меня Свести Его С Воронином Я Это И Сделал Мы Втроем Поговорили И Решили Действовать Сообща Бармен Организовывает Тайное Перемещение Ударного Отряда Долга На Северную Пустынную Территорию Бара Я Организовываю Отвлекающий Маневр Натравливаю Наемников На южный Блокпост Бара Подняки Конечно Наймитов Положат Но Наймиты Их Потрепят Хорошенько И Вот Тогда Внезапный Удар Севера И Захват Бара Долгов Семи После Чего Бармен Занимает Своё Законное Место В Баре Он Вы Чего Замутили Нифига Блок являешься Фактически Ключевой фигурой В этом деле Не хватает Маленькой детали Чтобы исполнить Задуманное Для успешной Атаки Нам нужна Подробная Карта Бара Но Достать её Или Нарисовать Некому А ты Насколько Нам Известно Имеешь Неплохую Репутацию Братков Так ведь Так вот Мы и просим Тебя раздобыть Карту Бара И передать Командиру Штурмового Отряда А чтобы Братки Бары Тебя Больше Втягивайте Меня Ребята В какую-то Аферу Ну хорошо А где ж я возьму В баре Карту Или вы мне Предлагаете Всё обмерить И нарисовать Её Да ты послушай Вначале План верный Мы всё Продумали До мелочей Карта Есть у Борова Это точно После того Как ты поможешь Защитить нам Южный блокпост От наймитов Предложишь Борову Укрепить Оба блокпоста Чтобы Обезопасить От дальнейших Подобных Опасностей Скажем Что у тебя Есть знакомые Ребята бывшие Строители Специалисты По Укрепсооружениям Которые В лучшем Виде Всё организуют И недорого А бандиты Сами никогда Ничего делать Не будут Ну если им Такое предложить То с радостью Согласятся Они хоть и Отморозки Но не дураки А для того Чтобы правильно И с умом Всё сделать Попросишь У Борова Подробную Карту территории На которой Тебе якобы Нужно нанести Необходимые Размеры И рассчитать Всё детально Он с радостью Тебе карту И отдаст Ладно Уговорил Постараюсь вам помочь Надеюсь награда Будет достойная Ну вот и славно Значит договорились Сейчас иди в бар А я сообщу Бармену Чтобы Чтобы давал Отмашку долговцам Как возьмёшь карту Выходи через Северный блокпост И направо К переходу На склады Там в засаде Тебе будет ждать Отряд долга Отдашь Командиру карту А дальше На дальше Им лишний ствол Не помешает Во что Я впутываюсь Ну ладно Двух смертям не бывать И одной не миновать Только вот в баре Меня У меня остались Хорошие знакомые Надо бы их предупредить А то весь Как я понимаю Там будет Дьявольская мясорубка Вдруг Не разбери их И им достанется Срывок Если ты про графа Со следопытом То можешь не переживать Они в курсе дел Это же С помощью хитрости Графа Нам удалось Натравить наёмников На южный блокпост Давай поспеши Время не ждёт Если у тебя Какие-то дела К ним остались То не затягивай Вряд ли Ты этих ребят Сможешь потом В баре найти Я снова двигаюсь Что-то ещё Да Тут один человек Ко мне заходил Тебя разыскивал Что за человек Приятный сюрприз Он наверное Ждёт тебя ухода В мой бункер Ладно Сюрпризы Я люблю И угадайте Кто это может быть Если гора не идёт К Магомеду Магомед идёт В горе Вот и он Здравствуй Сталкер Ну привет Здравствуйте А вы кто? Я Магомед Не ожидал меня Здесь встретить стрелок Ё-моё Вот это встреча Как я тебя долго Искал Магомед Тебе же сказали Что я сам тебя найду Вот и нашёл Ну рассказывай Зачем ты меня искал Ну По очень важному делу Магомед Я ещё своего брата Капитаном его зовут Несколько лет назад Он был в составе Той самой группы Которая впервые Предприняла Подпытку Попасть на территорию ЧАЭС В саркофаг Вместе с ним Был ещё Несколько отважных Сталкеров В том числе И Юрий Семецкий А у тебя есть информация Что ты встречал Семецкого Живым и невредимым То ли человек Не разобрать было Но это был точно он Я в этом уверен Там в лесу было Полно аномалий И мутантов И он быстро Куда-то исчез А второй раз Когда Второй раз Совсем недавно Около двух месяцев назад Дело было Около Припяти В заброшенном госпитале Как раз я Отвёл небольшую группу Сталкеров В Припять И возвращался Через госпитальный янтарь Вот там я его и встретил Да Зрелище не для слабонервных В нём Мало чего человеческого Осталось Ходячий труп Близко к себе Меня не подпустил Что-то Бурабила Монолит И о том Что давно уже является Заложником Каких-то тёмных сил И собственной глупости Ещё говорю Что должен Выполнить Свою миссию Уничтожить этот Дьявольский камень Короче Бред какой-то Да И как мне показалось Он вовсе не со мной Разговаривал А сам собой Но в любом случае Если ты хочешь выяснить Что же на самом деле Произошло Много лет назад С твоим братом То лучше найти Семецкого И попытаться с ним поговорить Только он Сможет тебе помочь Да История Как ты думаешь Где его Можно отыскать Думаю Что начается В саркофаге Как я понял Из его слов Именно он туда И собирался Выполнить Какую-то свою Бредовую миссию В саркофаг Значит Да уж Гиблое место Ничего не попишешь Придётся идти Вот только одно дело Закончу И пойду А вось повезёт Мне И я найду что-нибудь И узнаю Ну что же Удачи тебе стрелок Рад был познакомиться Спасибо за всё Магомед До встречи Вот Вот такое вот Мы узнали И произошёл выброс И хорошая погода Превратилась В плохую Довольно-таки печально Ну ладно Ничего не попишешь Ну а сейчас Я направляюсь В сторону Ну что ж Я тогда Выдвигаюсь В сторону Бара Пойду Мочить Наёмников И заберу Карту У Борова Ну что ж Увидимся Уже В баре Итак Как Я перешёл То мне пришло Вот такое вот Сообщение Это Боров На южный блокпост Бара Напали наёмники Выручай Я знаю Что ты где-то рядом И Задание Отбиться От Наёмников Советаю всем Взять Миниган Так как Наёмников Будет Очень много Наверное Штук Двадцать И помимо того Что их будет Много Так и Они ещё будут Выражены Как фантомы И будут выглядеть Как фантомы Они положат Тихо там Бандитов Трёх Которые там На блокпосту Отдыхают По-моему Червь Коха И ещё какой-то Поц Вон кстати Наёмники По-моему нет Нет Собачки Всего лишь Ну я вам обещаю Наёмников Будет Много И будет Так сказать Месиво Алтания Блин Ещё бы попасть В этого гага В этих перцов Будет Скарлайт Ну в принципе Он нам никакого Вреда не нанесёт Ну что ж такое Так можно заметить Их тут До хрена Убить их довольно-таки сложно Поэтому я и сказал Взять Минигам Как можно заметить Ведь я ему стреляю В тело И я его не убиваю Сразу Поэтому Всем советую Кстати говоря Бандиты В принципе Можно и добить Червь Не знаю Как хотите Конечно Можно поэкспериментировать С его убийством Ну не знаю Короче говоря У одного из этих бандитов Должны быть деньги Да У Кохи 25 тысяч Ну что ж Атаку отбили Теперь идём К Борову За картой Итак Я уже в баре И что я могу сказать Если вы не выполнили Квесты Следопыта Если вы не выполнили Квест на Минигам Вы не выполнили Квесты Борова Иву Графа И кто находится в баре То бишь Не выполнили Квесты Ключевых персонажей Они исчезнут И Из-за этого Может зависеть Концовка Или Сюжет Поэтому Всем советую Выполнить Ихни Квесты И Приступать К дальнейшим действиям Привет Боров Наемники уничтожены Мустрелок Молодец Выручил Жизнь мою Можно сказать Спас Да ладно Сегодня я помог тебе Завтра ты мне В зоне по-другому Никак нельзя Постой Да тебя отблагодарю Вот возьми 20 тысяч рублей Лишними не будут Спасибо Слушай Боров У меня тут есть Тебе предложение Какое предложение Да я вот В связи с Сегодняшней ситуацией С наемниками На южном блокпосту Повнимательнее Посмотрел на укрепления Ваши И хочу сказать Что никуда Они не годятся Еще одно Такое Внезапное нападение Иханава Особенно хило Выглядит Северный блокпост Да я сам Это вижу Но что именно Ты предлагаешь У меня Есть ребята Знакомые Свободные Сталкеры Раньше Работали Военными Строителями Хорошие Специалисты По разным Фордсооружениям Можно было бы Договориться За разумную Плату С ними Чтобы они Укрепили Или переделали Облаблокпоста А что тут Думаешь Это предложение Хорошее Братвата Которая Здесь обитает Ни черта Делать не умеет Только водку Жрут И матерятся Вечно Что от меня Требуется Но я думаю Для начала Надо определить Фронт работы Сделать Смету Договориться О деньгах И потом Приступать К работе Мне Чтобы с ними Начать Разговаривать Нужно четко Обрисовать ситуацию Ну так Веди их Ко мне Побазарим Да нет Они так Не пойдут Давай Вначале Я им Деталях Обрисую Ситуацию Они уже Придут С предложением Сметы Но Для этого Нужна Подробная Карта Бара И прилегающих Территорий Чтобы Не на пальцах Им Объяснять Есть такая Карта Ну Есть у меня Такая Карта Хочешь Возьми Только Верни Обязательно Вот и хорошо Значит Договорились Давай карту Я пошел К ребятам Так Где ж эта Карта Вот Карта Бара Подробная Карта Бара И прилегающих Территорий Ну естественно Мы пойдем Не к ребятам А к долговцам Которые Находятся Сейчас покажу Даже где Которые Находятся Вот здесь Ну что ж Идем Собственно говоря К ним Я так думаю То что Я Быстренько Под музычку Зачищу Бар Чтобы не тянуть Так сказать Время Ну а потом Продолжу Дог сообщает Схемеш Вот Кстати говоря Мне тоже Вот нравится Вот В этом моде То что Так сказать Зона живет И то что Вот Все сообщено Зачают Пишут Узнаете Переписка Прям какая-то Такая В зоне Итак Вот они Ребята И вот он Плечко Приветствую Сержант Стрелок Мы тебя Уже Заждались Времени Мало Надо Действовать Руки Уже Чешутся Как Хочется Поскорее Надрать Задницу Этим Ублюдкам Карта Бара При тебе Да Вот Карта Сержант И Кстати Говоря После того Как я с ним Поговорю Автоматически Без Напоминаний Включится Музыка И я Буду Зачищать Бар Потому что Не знаю Ну короче Вы сами Все увидите Вот Карта Сержант Так Отлично Сейчас Прикинем Как нам Распределить Ударные силы Ага Все ясно Войдем в бар И разделимся На три группы А там По обстановке Ну все Пора выступать Ты с нами А куда же я Одинась Конечно Я с вами Пошли Тогда тебе Особое задание Вперед Особо не лезь Ну и не отставай Вначале Идет Штурмовая группа Затем Снайпера Я пойду Последним Самое Опасное место Это Узкий Проход на территории Бара Северно Блокпосты Через ворота Вот тут Чтобы не создавать Толчею И неразбериху И чтобы не стать Хорошей мишени Для Бандитских стрелков Надо Чтоб кто-то Пошел чуть вперед И очистил Проход От охраны Я думаю Ты с этим справишься Тем более Ты вроде У братков Как свой Они сразу Не сообразят Что к чему Ну а дальше Действуй по обстановке Но помни Нам нужно занять Несколько Ключевых позиций Во первых Сам бар Сторингин Туда направляют Основные ударные силы Во вторых Бункер Где термо Бандитов Это как раз Будет Моей задачей Затем Обязательно Надо ликвидировать Князя Глава ихнего Главаря ихнего Это я поручил Парочка Наиболее опытных ребят Ну и конечно Обла Блокпоста Надо взять Под контроль На северном посту Сразу Один боец Встанет А на южной Отправляют Двоих Штурмовика И снайпера Ну вот Вроде Расклад такой А там Как повезет Все уяснил Да Мне все ясно Выступаем Приготовим Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok You won't remember I'll be the one Итак Я Так сказать Зачистил бар Вместе с Долговцами И давайте поговорим С Сержантом Пличко Ну что сержант Вы довольны тем Как все получилось? Да Вполне Теперь у нас Отсюда не выбить Скоро потянутся Генерал Вороня С остальными И обустроим Тут мощную базу Долга Ну что же Удачи вам Чем могу быть еще полезен? Надо встретить генерала Воронина И сопроводить его сюда Нескольким Бандитам Во главе с Боровым Удалось выбраться За территорию Бара С южной стороны А генерал С тремя Охранниками Еще один человек С ними Как раз И как раз Двигаются В сторону Бара Со стороны Свалки К южному Посту Надо предупредить Воронина И сопроводить Его и тех Кто с ним Ко мне Все понял Побегу в сторону Свалки Надеюсь Успею предупредить Генерала О возможной Опасности Вот такие Вот дела Генерал Находится Вот здесь И давайте Сейчас Быстренько Я к нему Добегу Ну что ж Я уже практически Приближаюсь К этому месту И я себе Достал Вот такую Пушечку Бар М 1918 Год Ну или просто Ну и счет ТТ-33 Ну и все Просто когда Я еще Зачищал Бар Я Убил Антиквара И Букмекера Потому что Я думал Что Из-за них У меня не Выполняется Квист Ну и поэтому За кадром Я их убил Приветствую Генерал Здравствуй Стрелок Ну что ж Плечко сообщил Что территория Бара Теперь наша Очень хорошая Новость А тебя он Послал Помочь нам Добраться До бара Видимо Да именно так Просто в округе Могли еще остаться Недобитые Бандиты Кстати Борову Удалось Попасть Удалось В последний момент Сбежать Сбежать Из бара Не могли Его Поймать А я смотрю Бармен С вами Барп Удержит Ладно Бог с ним С Боровым Поймаем Еще Главное Бар Теперь наш И вот Бармена Ведем С собой Какой же Бар Бармена Тем более Это он Все организовал Ну что Пошли потихоньку В нашу Новую Резиденцию Да Выдвигаемся Следуйте За мной Генерал Я думаю Мы впереди Него Помчимся Потому что Там Бандиты Ну Они В принципе И сами Дойдут Так А вот И они Вроде Довольно Таки Классная Пушка Мне нравится С которой Я хожу Я так Сказать Доволен Отдача Не слишком Большая Патроны Используют Натовские И Помимо Натовских Патронов Это еще Довольно Таки Точная Пушка Чем В принципе Она мне И нравится Ну что Мы всех Убили Теперь Осталось Проводить Воронина К Его Так сказать Штабу Ну Я думаю Вы Сами Его Сможете Сопроводить А увидимся Уже В штабе Итак Мы С Генералом Воронином Практически Уже В штабе Долго Кстати Говоря Мне Эта пушка Очень Сильно Понравилась Если Если бы Я знал Что Она Как раз Для меня Предназначена Полностью Я бы Ее купил Бы давно Ну Ладно Надеюсь Я еще С ней Побегаю Эту Часть И Финальную Воронин Практически Я уже Добежал Ну Кому К Чуть Чуть Осталось Вот И Все Ну Что Ж Вот Мы И На Месте Как Вам Тут Шикарный Бункер Не Хуже Чем Ученых На Янтаре Красота Три Стрелок Заслужил Действительно Большую Награду Вот Держи Это Лично От Меня Зайди К Бармену У Него Для Тебя Особый Подарок Теперь Можно Остальным Нашим Братьям Во Главе С Полковником Петренко Из Темной Долины Сюда Перебираться Спасибо Генерал Пойду К Бармену Зайду Еще Увидимся Надеюсь И Нам Генерал Воронил Дал Экзоскелет Долго О Его Характеристиках Вы Можете Сами Почитать Ну Довольно Так Экзоскелет Очень Даже Кстати Пулестойкость Плюс 55 Взрыв Ну Короче Он спасает От всего Либо Кроме Аномалий Ну А теперь Пойдем К Бармену И Узнаем Что же Он Даст И Как Я Говорил Либо Это РПГ Либо Это Винторез Или Это Выхлоп Или Абакан Снайперский Что же Он Нам Даст Ребят Привет Бармен Ну Что Вроде Все Нормально Стрелот Дружище Ты нам Очень Сильно Помог Спасибо Тебе Ну Спасибо Мстед Не будешь Обижаешь Я не забыл Что обещал Щедро Благодарить Тебя Вот Держи От всех Нас За твою Неоценимую Помощь Сто Тысяч Денег И снайперскую Винтовку Выхлоп О Действительно Щедро Спасибо Да Он нам Дал Выхлоп Который Стоит Почему То 28 Тысяч Но По-моему Он Должен Стоит Дороже Нет Ну Ладно Зато Мой Барри Там Много Лучше Этой Всего Этого Выхлопа Что-то Еще Случилось У Доктора И его Друзей Проблема Что За Проблема Монолит Объявил На них Охоту Да И наемники Тоже Покоя Не дают Короче Им Нужна Помощь Опять 25 Я Уж Задумал Я Уж Думал Займусь Наконец Своими Делами Не Хорошо Получается Они Тоже Тебе Помогли К тому Же Проблемы Решать Надо От Нее Не Убежать Монолит Что-то Серьезное Задумал Боюсь Как бы Она Всем Крышка Не Пришла Короче Нужно Ити В Припять Выручать Фельдшера И Призрака Ну Черт Только Как я В Припять То Попаду Через Радар Там Наемников Полно Поговори С доктором Он тебе Поможет Да Еще Клык Прасился Зайти Что-то Важное У него Для Тебе Есть Ладно Пошел Я Клыку По Дороге Зайду До Встречи Ну Что ж Я уже На армейских Складах И До Клыка Рукой Подать Ну Что ж Давайте С ним Поговорим О чем Он там Захотел Ну Какие Новости Клык Я Поговорил С призраком И доктором Иформация Которую Ты Мне Принес Подтвердилась Действительно Группа Каких-то Безумных Ученых Затевает Что-то Очень Серьезное И Опасное Первым Шагом Планируется Включить Установку Рэм На Радаре Отрезать Припяти ЧАЭС От Остальной Зоны Для Этого Наняли Наемников И пытаются Их Вооружить До Зубов А потом После Захвата Радара Превратить Этих В сторожевых Псов Затем Как Когда Им Уже Никто Не Будет Мешать На Самой Часть Где-то В Саркофаге Развернуть Самые Какие-то Секреты Эксперименты Связанное С этим Чёртовым Камнем Монолитом Но Для Охраны Территории Часа Припяти У них Уже Есть Гвардия Монолитовцы Этим Они Мозги Давно Уже Прочистили Ну И Последнее Похоже В саркофаге Уже Во все Началась Подготовка И Что Теперь Делать Ну Бармен Тебе Уж Тоже Сказал Что Надо Найти Доктора На Болотах Вот Доктор И скажет Что Дальше Предпринять Только Поторопись Все Ясно Значит Как И Намеренно Иду Вначале К Доктора На Болото Ну Что Ж Мы Конечно Ж Идем К Доктор Но Перед Этим Опа Это Что Ладно Хряси Ну Перед Тем Как Прийти К Доктор Мы Сначала Будем В Мертвом Городе Защит Защит Ну Помогать Короче Говоря С Китальцем Отвоеваться Против Зомби В Мертвом Городе Поэтому Я Сейчас Двигаюсь В Мертвый Город А там Уже Под Особую Музычку Я Зачищу Так Сказать Целиком Мертвый Город От Зомбаков И Помогу С Китальцем Ну Что Ж Увидимся Уже Там Музыка Музыка ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Итак, я перебил всех зомбарей, и теперь осталось поговорить с Лейлой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сохранился вот только что, как можно было заметить, и надо теперь поговорить с Лейлой. Здравствуй, сестра. А ты не справим, Стрелок. Все хам... хамничаешь. Да ладно тебе, зомби уничтожены, жизнь налаживается. Спасибо тебе, Стрелок, что помог нам избавиться в очередной раз от зомби. Мы уходим из мертвого города. А что так, что случилось? Нет, просто слишком опасно здесь стало. Город не такой, как был уж и мертвым. Теперь стал. Постоянно эти зомби лезут. Короче, уходим, и хватит с нас. Ясно. Но мне кажется, что дело не в зомби, и не в опасностях. Что-то другое здесь ведь. Да ты прав, Стрелок, дело в другом. Мы совсем не уходим из зоны, все, хватит с нас. Теперь можно сказать тебе правду. Мы искали здесь очень ценный артефакт. Розу Ветров. Этот артефакт мог бы помочь тысячам людей избавиться от страшной болезни, но мы его так и не нашли. Видимо, его не существует. И это все были легенды. Так что прощай, не держи зла, если что. А наградиться-то за помощь мне нечем вовсе. Да ладно, не переживай, сестра. Прощай, мне пора дальше. Вот такая вот довольно-таки печальная история. Скитальцы уходят из зоны, потому что они нашли цветок розу Ветров. Вот такие вот дела. Так, у Моцарта надо закупиться. Патрончик, кололи мои пушки. И, кстати говоря... Что я даже... Можно сказать. Я, наверное, сейчас пойду на болото. Да-да, именно на болото. Потому что надо поговорить с доктором, потому что у него завязались... Точнее, у наших друзей завязались какие-то проблемы, и им надо срочно помочь. Ну что ж, идем тогда на болото, и начнем мы с доктора. Ну что ж, увидимся тогда уже возле его хижины. Ну что ж, я уже у хижины доктора. Ну и рядом с ним Карина. Естественно. Я вас, молодой человек. Привет. А ваше здоровье? Хреново. Привет, доктор. Хорошо, что пришел стрелок. Ваши друзья в опасности. Чтобы им помочь, я должен попасть в Припять. Тем более, мне самому туда надо. Я иду на ЧАЭС. Кажется, я нашел зацепку, которая может прояснить... Что же случилось с моим братом? Да, серьезно, сейчас дела закручиваются. Я подскажу тебе, как пройти в Припять. Но если не трудно, помоги мне вначале. Для тебя это будет расплюнуть. А я пока выясню, где тропа в Припять... С болот... С... В Припять с болот начинается. Что вы хотите? Чувствую себя в последнее время неважно. И хочу вот лекарство себе сварить. Но не хватает нескольких ингредиентов. Каких? Мне нужно 3 глаза полтергейста, 3 руки. Бюллера, 3 хвостокошки и 1 артефакт, рубиновая батарейка. Давайте посмотрим, есть у меня такие части. 3 хвостокошки, 3 глаза полтергейста. 3 руки Бюллера и 1 рубиновая батарейка. Вроде так, да? Только почему-то это задание не выполнилось. Давайте. Так, давайте еще раз посмотрим. Глаза полтергейста, руки Бюллера. Так, у меня все ингредиенты есть. Но почему-то не хочется задание обновляться. Непонятно почему. Давайте-ка, попробуем сдать его. Не хочет. Ладно, сейчас разберусь с этой проблемой и продолжу. Ну что ж, ребят, я совсем разобрался. Оказывается, у меня была рубиновая пружина, а нужна была рубиновая батарейка. Ну что ж, я ее достал. И давайте сдадим квест доктору. Приветствую, доктор. Ну что, нашел, что я просил? Да, вот, все по списку. Выручил, вот, спасибо. Давайте я на твоем БТА отмечу переход с болота в Припять. Ну, и что ж, давайте тогда посмотрим, где же оно. Это в Мертвый город, а вот это в Припять, я так думаю. Потому что других отметок нету на карте. Ну что ж. Нам отметку дал доктор. А теперь, увидимся с вами в Припяти, недалеко от фельдшера. Итак. Ай-яй-яй. Извиняюсь. Хочу сделать маленькое объявление по Припяти. Очень, очень, очень большое количество бега и пломов. Также появился монолит. Также появились наемники. И вслед с ними появились собачки, появились снорыши и другие виды мутантов. Ну, а нам теперь надо поговорить с фельдшером. О, кормилец. Чем пришел? Ну, здорово, кормилец. Так. Уважаемый. Подчиня-ка мою эту броньку. Кстати, на них все патроны извел. Вот чисто у меня было три тысячи патронов, стало полторы тысячи. Представляете, сколько я на них потратился. Вот так. Здравствуй, фельдшер. Давненько не виделись. На судьбу... Да, судьбу не обмануть. Что ты хочешь этим сказать? Как бы ты не пытался избежать от того, что тебе предначертано, тебе не убежать. Ты должен выполнить свою миссию. Какая миссия? О чем ты? Стрелок, тебе необходимо пойти в бункер управления еще раз. По-видимому, в столь... За столь короткий срок произошло что-то очень нехорошее для всех нас. Ведь тебе надо найти какую-то возможность предотвратить угрозу. Конкретных сведений о том, что именно затевают в бункере те самые безумные ученые... Нет. Поэтому действовать придется по обстановке. Хорошо, но каковы мои шансы? Врать не буду, шансов немного, но ты единственный, кто может справиться с этим заданием. Скорее всего, тебе придется столкнуться в бункере с каким-то новым видом сии излучения. Судя по специфике экспериментов, которые затевают там ученые. Поэтому необходимо хоть как-то обезопасить себя от возможной опасности. Есть один очень сильный препарат, называется Адулин. Это мощное биохимическое средство, длительное время защищающее психику человека от различных пси-воздействий и пси-атак. Защита этого препарата гораздо выше, чем может дать пси-шлем. Так где это взять этот препарат? Здесь недалеко, в самом центре Припяти, где-то на площади Ленина, есть тайник. А в нем рюкзак с инъекторами Адулина, которые лежат в специальном холодильном контейнере. Это тайник монолитовцев. Мне про него Соломон рассказывал. Принеси мне этот рюкзак, и я сделаю тебе инъекцию, которая защитит твой разум от возможного пси-воздействия. Или какого-нибудь другого вмешательства в твою психику в бункере. Хорошо, пойду поищу рюкзак с Адулина в тайнике на площади. Ну что ж, я думаю, увидимся уже на самой площади, и от Убудуа я уже продолжу. Итак, я уже на площади, и тут, как всегда, до хрена всяких мутантов. И вот где-то в этих, так сказать, конорах лежит этот самый рюкзачок с Адулином. Где именно находится, я точно не знаю, но он где-то вот должен находиться вот здесь. Так. Вот он. Рюкзак с Хабаром. Мы его забираем, и читаем, что это такое. Рюкзак с сильнодействующими медикаментами. Вот так вот. Ну что ж, я забрал рюкзачок с Адулином, и теперь я возвращаюсь к фельдшеру. Итак, я уже практически у фельдшера, и я, кстати говоря, уже успел сбегать в бар и купить патрончиков к миниганчику. Потому что в будущем они мне пригодятся. Вот, фельдшер, я нашел на площади рюкзак с Адулином. Так, хорошо, давай его сюда, вот, держи. Так, что дальше, я сейчас сделаю тебе инъекцию Адулином, надеюсь, это не больно. Не, Стрелок, это не больно, но только после инъекции какое-то время тебя будет немного мутить, но это быстро пройдет. Эх, как хочется взять и поставить всех такой... ...то матери. Да, я тебя понимаю, но такова судьба, твоя судьба. И еще, пока ты отсутствовал, мы с доктором приготовили для тебя подарок, одноразовый телепортатор. Он может тебе очень пригодиться, когда другого выхода уже не будет. Только помни, после его активации телепортация произойдет из той точки, где находился человек, держащий... ...держащий в своей руке телепортатор на болото к доктору. Телепортация, возможно, только один раз и для одного человека, и будь осторожен. Здесь, в Припяти, на меня уже одну облаву наемники устроили, но ничего, ушел от них, пришлось со стадиона сюда перебираться. Наверняка они сейчас где-то рядом ошиваются, смотри в оба. Ну вот, вроде сказал все, что хотел, теперь приготовь руку для инъекции. Вот рука, кали быстрее. А за телепортатор спасибо, наверняка пригодится, ну и прощай на всякий случай. Ну и вот они наемники, фантомчики. Где шут гады? Кстати говоря, эти наемники будут не только здесь, но еще они будут на стадионе. Так что приготовьтесь. Опа, это что такое? Опачки. Это что такое было? Ну ладно, пофигу. Ну и что еще сказать? Наверное, я на этом свою часть закончу. В следующей части я переберусь на ЧАЭС. Потом саркофаг, саркофага на ЧАЭС-2. И там начнется самое интересное. Ну что ж, если вам эта часть понравилась, ставьте свои оценки, комментарии, лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Экстрян. До новых встреч. До финальной части Тайных Троп 2 осталось совсем ничего. Ну что ж. Всем удачи в прохождении. Пока-пока.